Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман. Здравствуйте. 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 Я проголосовал вчера, поскольку у нас допустимо досрочное голосование. Ну и мне было удобнее проголосовать вчера, потому что сегодня у меня весь день довольно плотная работа. С трудом выкроил время, чтобы поучаствовать в беседе. Ну, в принципе, я к этим поправкам отношусь положительно. За исключением одной. Какой? Я считаю, что надо вообще отменить ограничение на число сроков пребывания в какой бы то ни было выборной должности. Потому что это ограничивает права не избираемых, а избирателей. Введено впервые это ограничение в Соединенных Государствах Америки после того, как Фрэнклин Делана Джеймсович Рузвеллт был избран четырежды подряд. При этом он вывел страну из тягчайших экономических и политических потрясений, но сделал это способами, изрядно ущемившими интересы тех, кто считал себя хозяевами страны. При его жизни они не рисковали открыто выступить против. Народ бы их просто затоптал. Но после его смерти они ввели это ограничение, чтобы больше никто не мог набрать такой вес в народе, какой набрал Рузвеллт. И потом они принялись навязывать это ограничение всему остальному миру. Должен заметить, что первоначально это ограничение возникло просто потому, что первый президент Джордж Августинович Вашингтон к концу второго срока просто тяжело заболел. Извините, мне звонят. Я быстро отвечу. Да, мы пока напомним, что нам тоже можно звонить. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, пишите в WhatsApp, задавайте вопросы нашему гостю. У нас сегодня Анатолий Вассерман на прямой связи. Абонент доступен. Абонент доступен сегодня не только для нас, как мы видим. Поэтому мы идем, пока Анатолий Вассерман поговорит по телефону и вернется к нам в прямой эфир. Извините. Да, как раз Абонент вернулся к нам. Так вот, он заболел и не стал баллотироваться в третий раз. А поскольку его весьма уважали, то и последующие президенты так себя вели до Рузвеллта. Кстати, замечу, что и у нас Леонид Ильич Брежнев после первого инсульта в 1976 году хотел уйти в отставку. Но коллеги не смогли договориться о том, кто из них станет его преемником. Поэтому упросили его остаться на посту хотя бы формально. Вот, в любом случае, история этого ограничения показывает, что оно не имеет никакого отношения к тому, что, мол, власть развращает. Кстати, сказал это человек, которому так и не удалось попасть во власть, несмотря на все его старания, лорд Актон. И он заявил, что власть развращает, абсолютная власть абсолютно развращает. Это именно потому, что он глядел на власть со стороны и не знал, какая это каторга изнутри. Но все остальные поправки, кроме отсутствующей, так сказать, поправки, снимающей ограничения на президентские сроки, все остальные поправки меня устраивают. На ваш взгляд, Владимира Путина можно сравнить с Рузвельтом? Можно ли здесь провести эту параллель, которую вы провели, рассказывая о сменяемости и несменяемости власти, как это все происходило? Да, думаю, что его можно сравнить с обоими Рузвелтами. И с Теодором Теодоровичем, и с Фрэнклином Делана Джеймсовичем. Так же, как старший Рузвелт Теодор Теодорович, Владимир Владимирович нашел способ обратить против олигархов законы, принятые по сути, по настоянию самих же олигархов для совершенно иных целей. Ну, Рузвелт воспользовался законом, придуманным против профсоюзов для расформирования очень многих тогдашних монополий. Так же, как Фрэнклин Делана Джеймсович, Владимир Владимирович смог перенаправить значительную часть ресурсов страны на поддержку тех, кто по разным причинам выпал из экономики и не просто вернуть этих людей в экономику, а их усилиями ее значительно развить и, так сказать, реанимировать. Ну, можно проводить и много других параллелей. В любом случае, вполне понятно, что он вызвал такую же ненависть очень многих сильных мира сего, как оба Рузвелта. Кстати, замечу, что Теодор Теодорович стал президентом в результате убийства президента МакКинли, при котором он был вице. Соответственно, он имел право баллотироваться в 1908 году, но воспротивилась его родная республиканская партия, именно потому, что он к тому времени был очень уж авторитетным в народе. И без партийной поддержки в качестве независимого кандидата он избраться не смог. Ну, в России, как известно, нет вице-президента, а господин Рудской был первым и единственным, если я не ошибаюсь, в истории, новейшей истории России, который занимал этот пост. Этот пост, вот на ваш взгляд, все-таки это правильно, что этого института не существует, института вице-президента России сегодня? Да, думаю, что это правильно, поскольку, как показывает опыт многих стран, где эта должность существует, вице-президент неизбежно впадает в одну из двух крайностей. Либо он влезает в управление страной настолько, что начинает перетягивать одеяло на себя, либо он отстраняется от управления страной настолько, что за все время пребывания на этом посту, по сути, не приобретает полноценного опыта. Кстати, замечу, вице-президент при Эйзенхауэре Никсон за 8 лет сотрудничества с Эйзенхауэром набрал очень серьезный политический опыт, в основном потому, что Эйзенхауэр перенес ни много ни мало в 8 инфарктов, и, соответственно, Никсону приходилось очень часто и довольно надолго заменять его всерьез. А вот Буш, вице-президент при Рейгане, так и не набрался опыта, и, хотя и избрался президентом после Рейгана, но перевыборы проиграл. Так что должность вице-президента – это вовсе не гарантирует хорошее президентство. В этом плане тот вариант, что принят сейчас в Российской Федерации, а именно в случае, если президент почему-либо не может исполнять свои обязанности, его заменяет глава правительства, это лучше, поскольку глава правительства находится в позиции, где опыт управления набирается очень быстро и серьезно. У нас звонок есть, радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Янис, меня зовут Анна Вадима. Спасибо, что позвали такого гостя, знаю, что он у вас не первый раз. Вечером, наверное, будут вас называть, что вы уже деньги проклемлевские получаете, не с госдепа. Анатолий, спасибо, что воспользуетесь нам дать что-то в Риге. Очень хорошая была передача в Ютубе, то, что вы пришли, ЧБД. Вот у меня парочку вопросов. Чем вы мотивировались, что туда пришли? Видно, сразу были, что вы не в своей тарелке. Сама по себе передача в тренде, все ее смотрят. Это что будет дальше, вы имеете в виду? Что было дальше, еще хотел задать вопрос, выскочила сейчас головы. Вот вы сказали вначале, консультант. Политический консультант. Политический консультант. Интересно, кому вы реально политический консультант? Понятно. Ну, в данный момент никому. Спасибо вам за вопрос. Я более 12 лет входил в одну из групп консультантов мэра Москвы. Попутно были, так сказать, разовые консультации по разным поводам. Но после того, как Медведев съел Лужкова, я почти полностью переключился на публицистику. И хотя участвовал в нескольких агитационных кампаниях и после этого, например, консультировал одного хорошего знакомого, баллотировавшегося в Верховный Совет Украины в 2012 году. Ну, он, кстати, туда попал, но, естественно, не только благодаря мне. Но в целом я сейчас почти полностью ушел в публицистику. Ну, а так, кроме мэра Москвы, вот эта группа, куда я вхожу, консультировала еще нескольких глав субъектов федерации в разное время, парочку министров, довольно много участвовали в различных выборах. В общей сложности я в разных форматах участвовал примерно в полусотне избирательных кампаний, из них где-то 30-35, точно не помню, удачных. Что же касается передачи, что было дальше, честно признаюсь, что я просто не знал, что это за передача. Поэтому побывал я на ней два раза, первый и последний. Но, насколько я могу судить, мне удалось довольно благополучно отшутиться от всех ее участников. Хотя я вообще не знал, что придется шутить. Меня пригласили просто рассказать какую-нибудь историю из жизни, с тем, чтобы слушатели ее продолжили. И что это будут за слушатели, как они будут себя вести, я не знал. Ну, как-то получилось. Ну, что-то у нас много звонков. Радиослушатели звонят нам, и вам, точнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Уважаемый человек, Александр меня зовут. Начитанный, умный, грамотный. Но, насколько я знаю, вот он очень уважает господина Сталина покойного. Ну, вот скажите, моя семья так пострадала, ни за что просто, да, фамилия наша, что мой дедушка родился при Польше, потом часть Польши оказалась в Белоруссии, потом опять под Советским Союзом, потом Гитлер пришел, и потом опять под Советским Союзом. И мой дед ни за что в лагерях хотел делать 9 лет. Вот скажите, как я могу относиться к Сталину и к его прислужникам? Спасибо. Да, спасибо. Скажем так, анализ документов, рассекреченных в постсоветское время, показал, что, к сожалению, значительная часть, по крайней мере, половина обвинительных приговоров по так называемой политике, ну, конкретно это статьи Уголовного кодекса «Измена Родине и бандитизм», по меньшей мере, половина этих приговоров была обоснована. Даже в те 17 месяцев, которые мы называем большим террором, это с конца июня 1937 года до конца ноября 1938 года. Но самое страшное в этой истории, что большой террор был организован против управленческой реформы, организованной Джугашвили и его ближайшими соратниками. Эта реформа была совершенно обоснована, но била по интересам многих сотрудников партийного аппарата. И именно они спровоцировали большой террор, чтобы предотвратить эту реформу. Это им, к сожалению, удалось. Что же касается самого Джугашвили и его нескольких ближайших людей, таких как Скрябин, более известный как Молотов, то они все эти 17 месяцев делали всё, что было в их силах, чтобы остановить эту мясорубку. И это им удалось, но удалось с изрядным замедлением. Поэтому при всём моём сочувствии к жертвам большого террора, я знаю, что вешали это преступление на Джугашвили как раз его организаторы. И, соответственно, он к этому делу точно никак не причастен. И, сочувствуя вашим родственникам, я в то же время вполне уверен, что происшедшее с ними – это никоим образом не вина Сталина или Берии. Но Сталин не знал? Вот есть такая популярная... Сталин знал, но сделать, вопреки последующим легендам, мог очень мало. Система власти в стране была устроена таким образом, что действовать вопреки воле большинства в ней было весьма затруднительно. И когда оказалось, что большинство партийного аппарата на стороне террора, пришлось проявлять чудеса изворотливости, грубо говоря, стравить этих партаппаратчиков друг с другом, чтобы они друг друга съели, и тогда стало возможно остановить запущенную ими машину. У нас много звонков, продолжаем принимать их. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Глеб меня зовут. Господин Вассерман, можно, пожалуйста, ваш прогноз до конца года на развитие ситуации в США? Президентские выборы, эпидемия COVID и перспективы до конца года. Что вы думаете? Да, спасибо. Ну, с COVID-19 там проблем хватит. Ну, к сожалению, тамошняя система здравоохранения отсутствует. В смысле, отдельные успешные клиники есть, но системы здравоохранения нет. И это очень серьезно сейчас сказалось. Тем не менее, я уверен, что к концу года появится, наконец, массовая вакцина, и проблема коронавируса кончится во всем мире. Ну, не то, что вообще кончится. Понятно, что болеть будут, но несравненно реже и несравненно безопаснее. Что же касается происходящего в стране погрома в защиту привилегий негров, именно не прав, а привилегий, то есть требует, чтобы у негров было больше прав, чем у остальных, то это, по сути, очередная попытка добиться спасения демократической партии от совершенно неизбежного при сколько-нибудь нормальных условиях поражения на президентских и парламентских выборах 3 ноября. Насколько я могу судить по многим косвенным признакам, весьма вероятно, что эта попытка окажется такой же неудачной, как и все предыдущие, что 3 ноября не только переизберется Трамп, но демократы утратят большинство в нижней палате Конгресса, а верхней его у них и так нету, и не предвидится впредь. Более того, демократы могут потерпеть поражение на многих выборах в субъектах федерации, в отдельных районах и так далее. Но это, конечно, при условии, что до убийства Трампа дело не дойдет. Если демократам удастся его убить, тогда они заодно и парламентские выборы выиграют. Вы считаете, что это сценарий вероятный? Я знаю американские политические нравы. Я такой вариант не исключаю. То есть, может быть, не исключен сценарий убийства Дональда Трампа, то есть действующего президента? Да. Не считаете ли вы, что оскорбительно говорить о темнокожих негр? Нет, конечно, я так не считаю. Эта заморочка чисто внутриамериканская. Во всем остальном мире латинское слово негр, негр в разных произношениях, означающее «черное» – это вполне нормальное название для людей с темным цветом кожи. Почему вы решили, что нормально, если люди на это обижаются, с темным цветом кожи? Кто на это обижается? На это обижаются американские белые защитники привилегий негров. Сами негры на это не только не обижаются, друг друга они называют этим словом в специфически американском произношении, которое вообще-то белые американцы считают действительно оскорбительным. В отличие от слова «негро», точно воспроизводящего латинское произношение, слово «нигер» белые считали оскорбительным, а вот сами американские негры так называют друг друга совершенно спокойно. Собственно, белые считают его оскорбительным, потому что негры называют себя именно так. В любом случае, я не считаю себя обязанным повторять какие бы то ни было заблуждения, принятые в Соединенных Государствах Америки, и не считаю Соединенные Государства Америки вправе навязывать свои заблуждения остальным. Это интересный нюанс, на который вы указали. Когда чернокожие так называют друг друга, это не выходит за рамки их, ну скажем так, этноса, сообщества, расы, в конце концов. Если человек одной национальности шутит над человеком такой же национальности, это такая внутренняя история. Если человек другой национальности шутит над человеком другой национальности, это может быть национализмом, антисемитизмом, расизмом и так далее и тому подобное. Вот вы не считаете, что здесь как раз есть эта грань, которую можно нарушить таким образом, если белый будет шутить о чёрном? Знаете, лично я совершенно спокойно читаю анекдоты о евреях, сочинённые явно неевреями. И вообще, если ты обижаешься даже на попытку тебя оскорбить, это лишь значит, что попытка удалась. Ну, жить, на ваш взгляд, это оскорбительно для еврея? Смотря где. В Польше это нормально, это польское произношение слова «иудей». А вот в России по мере накопления евреев, вышедших из иудаизма, перешедших в другие религии или вовсе ставших атеистами, обозначение национальности по вере стало считаться оскорбительным. Ну, я понимаю, что светскому еврею вроде меня, естественно, странно, что его называют иудеем. Но я, опять же, на это не обижаюсь, потому что знаю, так сказать, происхождение этого термина и происхождение обиды на него. У нас много звонков, продолжаем их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. У меня вопрос в контексте выборов в Америке. Кто там победит? Вопрос довольно спорный. Вот вы, наверное, слышали интервью генерал-полковника Ивашова по поводу раскрутки суда, по поводу гибели в Донбассе, Боинга. Какие последствия вплоть до объявления России страной-агрессором и вывода ее из Совета безопасности и объявления не выезда? Да, вопрос задать, Александр, мало времени. Сайгу и Путина. Как вы смотрите на перспективу этого вопроса? Спасибо. Спасибо. Ну, я знаю более чем достаточно доказательств того, что ни Российская Федерация, ни Народные Республики Донбасса не причастны к гибели этого Боинга. Но я, естественно, не уверен, что суд захочет принимать эти доказательства во внимание. В любом случае, даже если этот состав суда вынесет кому-то обвинительный приговор, я не сомневаюсь, что этот приговор будет обжалован. И дело в любом случае затянется на пару лет. Но за это время, скорее всего, после победы Трампа необходимость для Запада объявлять Российскую Федерацию страной-изгоем и спонсором терроризма исчезнет. Сейчас все это очень тесно завязано на внутриамериканскую политическую борьбу. Вывести Российскую Федерацию из Совета безопасности в принципе невозможно. По уставу Организации Объединенных Наций и изменить этот устав без согласия Российской Федерации невозможно. Проще закрыть всю организацию, чем что-то всерьез в ней поменять. Ну а если, скажем, Путина, Шойгу, Лаврова объявят невыездными, это лишь будет означать, что их коллеги будут вынуждены приезжать в Москву значительно чаще. Поскольку есть множество вопросов, в принципе неразрешимых, без согласия Российской Федерации. Много звонков, продолжаем их принимать. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, я считаю, что сбитый малазийский над Донбассом, пропажа малазийского самолета Куала-Лумпуру Пекин и появление коронавируса, это один клубок. Считаю, что америкосы дали задание сбить именно малазийский. Да, вопрос задавайте, давайте без теории. Вопрос, ну я не посторонний, у меня жизнь прошла в этой сфере. Так как расследование проводили Нидерланды, так нельзя делать. Кто заставил диспетчера снизить самолет до 10... Да, вопрос задавайте, очень мало времени просто, чтобы гость мог ответить. Значит, подтверждаете вы, что это один клубок? Да, спасибо вам. Нет, у меня нет достаточных оснований считать, что оба малазийских боинга, исчезнувшие над Индийским океаном и сбитые над Донбассом, это элементы одного заговора. Да и коронавирус, похоже, все-таки естественного происхождения. Не буду вдаваться в подробности, но образ жизни и хозяйствования китайских крестьян очень способствует выведению новых вирусов. Это исследовано уже довольно давно. Другое дело, что американцы, естественно, пытаются обратить к своей пользе даже совершенно случайные события. Ну, так это многие стремятся. В последнее время, кстати, Российская Федерация значительно успешней в Соединенных Государствах обращает к своей пользе случайные события. То есть я знаком с этой теорией, но не имею достаточных оснований для того, чтобы ее хоть подтвердить, хоть опровергнуть. Жду дальнейших сведений. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста. Так, не слышно, что радиослушатели. Другой звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Да, звоню второй раз, Янец. Вот вчера, господин Массерман, вчера запустили здесь про международное право мы на радиостанции. Вот про Крым. Все ли по международному праву прошло не гладко? Если можно, еще вот про демократию вопрос. Знаете ли вы такой критерий, вот коэффициент Калашникова и Гамбургера? Значит, сколько стоит Калашников, сколько стоит Гамбургер? Чем дешевле Калашников, тем меньше демократии. Чем дороже Гамбургер в стране, тем больше демократии в этой стране. Вот можете ли вы сказать, вот как бы в процентах, сколько в России демократии? Понятно. Ну, критерий этот, я слыхал о нем, это довольно забавно, когда критерием демократии объявляют улучшенные возможности раздевать сограждан мирным путем. Но, что касается демократии в точном смысле слова, то сейчас в Российской Федерации ее намного больше, чем в Соединенных Государствах Америки. Хотя бы потому, что нет цензуры тоталитарной секты либералы. Да, собственно, и вообще цензуры у нас гораздо меньше, чем в Соединенных Государствах. У нас власть значительно больше прислушивается к общественному мнению и имеет значительно меньше возможностей формировать общественное мнение, чем в тех же Соединенных Государствах. Поэтому лично я считаю, что Российская Федерация, государство настолько демократичное, насколько это вообще возможно в нынешнем мире. Ну вот вопрос от Юрия, он спрашивает у вас в Фейсбуке в продолжении вопроса, который задал Янис. Анатолий пишет, он, вы в своей книге разбирали соотношение принципов неприкосновенности границ и права наций на соопределение. Где-то оказывали, что Косово является нарушением, потому что было внешнее воздействие, а Абхазии и Южной Осетии нет. Что вы скажете в отношении Крыма? Там же тоже было воздействие извне в виде сил специальных операций Российской Федерации. Потом даже фильм об этом сняли. А дело тут в том, что российские силы специальных операций не влияли на сам процесс народного волеизъявления. Все, что они сделали, они воспрепятствовали исполнению заведенного преступного приказа из Киева о применении силы против, точнее вооруженных сил против рядовых граждан. По законам большинства стран, в том числе и Украины, применение армии против своих граждан недопустимо. Ну, строго говоря, оно допустимо в тех случаях, если среди граждан появляются террористы, но и тогда требуется множество формальностей, вроде, скажем, введения чрезвычайного положения. И российские вооруженные силы все, что сделали, причем это признано всеми, включая тех иностранных наблюдателей, которые вопреки воле своих правительств там присутствовали. Все, что сделали вооруженные силы Российской Федерации, заблокировали выход вооруженных сил Украины из мест их постоянной дислокации. Все остальное делали сами жители Крыма. Кстати, забавная подробность. Многие журналисты отметили, что среди так называемых вежливых людей, то есть людей в камуфляже без знаков различия, очень многие были вооружены автоматами АК-103. Так вот, прелесть ситуации в том, что этот автомат производится только на экспорт. Ни в одной российской силовой структуре нет ни одного ствола именно этой модификации. А отличить ее на глаз грамотному человеку несложно. Зато именно АК-103 – это самая популярная сейчас версия Калашникова для страйкбола. Есть такой вид военного спорта – перестрелка 6-миллиметровыми пластмассовыми шариками. Надо носить специальные очки, чтобы не повредить глаз, а больше ничего такой шарик не повредит. Так вот, страйкбол – дико популярный сейчас спорт. И Крым, благодаря разнообразию ландшафта и благодаря близости разнообразных ландшафтов, меккострайкболистов. Там до государственного переворота в Киеве проводились ежегодно десятки, а порой и сотни крупных страйкбольных турниров. И АК-103, если у кого-то из вежливых людей, то совершенно однозначно можно сказать, что это группа местных страйкболистов. Понятно, что в те дни обстановка была настолько напряжённая, что никто не пытался на глазок определить, боевой это автомат или страйкбольный. Кстати, это довольно трудно определить. Страйкбол максимально приближает к боевым условиям, и оружие страйкбольное копирует боевое так, что под лупой не различить. Вот интересный момент. Вы ведь сами сказали о том, что армия не может выступать против своего народа, и как раз украинская армия ничего и не сделала в Крыму, потому что вы сами опять же сказали, что заблокировали части. То есть получается, что российские силы, вежливые люди, без опознавательных знаков, хотя потом было признано, что это как раз российские солдаты, они нарушили, потому что украинцы-то ничего не сделали? Нет. Поскольку российские вооруженные силы никоим образом не соприкасались с мирными гражданами, они даже против вооруженных сил Украины ничего силового не предприняли. Они только заблокировали выходы из воинских частей, и военные не пытались эту блокаду прорывать. Но это же силовая акция в любом случае. Формально нет. Как ни странно, но даже если бы это была силовая акция, то, опять же, она никоим образом не повлияла бы на волеизъявления народа. Поскольку, еще раз повторю, с мирными гражданами российские военнослужащие не соприкасались совсем. Если, допустим, это понятно, что популярный пример, Япония захочет таким образом забрать Курилы. В чем разница? Разница в том, что жители Курил не проголосуют за воссоединение с Японией. Там японцы неоднократно проводили разнообразные опросы на эту тему и всегда получали разочаровывающий результат. Второе различие в том, что в данный момент на Курилах нет вооруженных сил Японии, тогда как в Крыму и Севастополе вооруженные силы Российской Федерации располагались на законных основаниях. Арендовав эту территорию. Да, и был договор о правах и обязанностях российских вооруженных сил. За пределы этого договора они не вышли. Но точно так же, как в Прибалтике в 1940 году, присутствие гарнизонов Советского Союза просто привело к тому, что очередные выступления народов против тамошних фашистских диктатур, вполне официально фашистских, в те времена это было еще, как говорится, рукопожатно. Очередные выступления против диктатур. Эти самые диктатуры не рискнули подавить силы своими вооруженными силами. Но напрямую никто из этих российских гарнизонов не поддерживал выступления граждан и не вмешивался в деятельность тамошних вооруженных сил. Это же манипуляция. То есть сильная страна, у которой более сильная армия, она просто создает условия, при которой слабая страна, и можно нарисовать все что угодно. Можно провести даже референдум, на котором практически нет наблюдателей, или пригласить туда наблюдателей лояльных России, как в случае с Крымом, и сказать, что все хорошо. Наблюдателей в Крым приглашали со всего мира. Это аннексированная территория же была. То, что глубоко уважаемые друг другом политикантропы потребовали, чтобы никто не ехал, это их несчастье. Те, кто приехал, кстати, вовсе не только пророссийские политики, те зафиксировали, что все соответствует международному праву. А что касается манипуляций, знаете, вот наименее манипуляторская власть на протяжении практически всей истории России, именно российская. Если сравнивать власть в России в тот или иной период с властями других крупных государств, то станет очевидно, что на общем фоне мы еще, как сказано в старом анекдоте, белые и пушистые. Еще примем звонок под занавес уже нашего эфира. Если можно, коротко вас попросим. Здравствуйте. Да, да. Добрый день, Лида. Очень интересно слушать. Вадим, вот вашу тему. Славое государство и сильно его подавляет. Прокомментируйте, пожалуйста, противостояние 50-летней Кубы, малюсенькой, против Соединенных Штатов. Спасибо. Да, спасибо. Во всей видимости... Да. Господин Вестерман, вам спасибо. Ну, во-первых, не секрет, что на протяжении первых трех десятилетий этого противостояния Кубу активно поддерживал Советский Союз. Более того, во время так называемого Карибского кризиса, который на самом деле начался в Турции, когда американцы разместили там свои ракеты, способные достать до Москвы. Так вот, когда мы в ответ разместили ракеты на Кубе, американцы пообещали, что не будут вторгаться на Кубу силой и не будут поддерживать других желающих туда вторгнуться. И надо сказать, что это обещание они соблюдают. Ну, в основном соблюдают, потому что опасаются, что в случае нарушения мы найдем еще какой-нибудь способ придвинуть свои силы вплотную к ним. Но следует признать, что когда поддержка со стороны Советского Союза прекратилась, кубинцам хватило собственных сил, прежде всего собственной силы воли, чтобы выдержать экономическую блокаду и продолжать развитие своего хозяйства. Ну, я, знаете ли, был когда-то пламенным адептом тоталитарной секты либералы, потом нашел в догматах этой секты неустранимые ошибки и стал опять серьезно рассматривать возможности социализма. Так вот, Куба – это как раз иллюстрация того, что в чрезвычайных обстоятельствах социализм обеспечивает наилучшее состояние дел в стране. Другое дело, что в обстоятельствах не чрезвычайных у капитализма проявляются некоторые достоинства. Спасибо. Ну что ж, мы благодарим вас за это интервью. Анатолий Вассерман был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.